Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Сандро Боттичелли. Флорентийская школа Мадонна с поющими ангелами. В отношении влияния Боттичелли на массу его значения по развитию искусства обнаружилось лишь спустя четыре столетия после его творческой деятельности именно в школе английских прерафаэлитов, благотворивших флорентийского мастера. В свое же время Боттичелли, пережив известный период славы при дворе Медичи, остался затем несколько в тени отодвинутый успехами таких реалистов, как Пулайола, Ирокио и Леонардо. Боттичелли был одним из тех поклонников Савонаролы, которые после его мученической смерти на костре отреплись от жизни и всецело вредались молитве и совершении. У Боттичелли это глубокое религиозное настроение перешло в искусство через учитель его Филиппа Липпи от Фра Анжелика. Искренняя средневековая мистическая вера горит в его мечтательном, полном страстного стремления к небу настроения и эта черта его живописи сделалась высшим идеалом его новейших подражателей. Насколько правы они были в своем поклонении Боттичелли, показывает изображенная здесь Мадонна с поющими ангелами из коллекции Рачинского, ныне в Берлинском музее, одно из благороднейших и наиболее характерных его созданий. Превосходно сохранившаяся картина дает нам полное и ясное представление о намерении художника. Она принадлежит, очевидно, к раннему периоду и местами являет следы неумелости и угловатости, так, например, голова и ноги младенца несколько скошены в перспективе, затем слишком силен ракурс двух ангельских голов. Но в то же время это произведение полно удивительной простоты и естественности. К тому же оно написано с чистой детской искренностью и любовью, с определенным намерением дать в общем настроение сверхземной тишины и нервности. Поглядитесь, как тщательно и свободно от всякой манерности написана каждая деталь. Грассозные повороты головы, спокойный мягкий взмах век у ангелов слева. И внимательно устремленные на ноты взоры поющих ангелов справа, строгая складка вокруг полных и твердых уст. И, наконец, бесконечно изящные в своих разнообразных положениях пальцы рук. Одни держат книгу или лилию, другие лежат спокойно или крепко сжаты. Несмотря на очевидно тщательное и прилежное изучение натуры, Боттичелли, однако, никогда не впадает в грубый реализм. При сохранении строгой симметрии, картина производит впечатление какого-то далекого видения, в котором ничто не уступает с резкостью вперед. Сама Мария сливается с целым, и ее вдубчивое лицо с чисто боттичеллистским наклоном головы возвышается только на высоту лилий над головами ангелов, из которых в их асимметричной группировке ни один не претендует на выдающиеся роли. К сожалению, о высшей красоте произведения, об изумительно ясных и светлых тонах этой картины, написанной темперой, может дать понятие только сам оригинал. Эти чудные, проникнутые солнечным светом краски, производят рядом с тяжеловатой глубиной масляной живописи впечатление каких-то серебристо переливающихся нежных лучей. Рядом с бледно-тельным тоном выступает голубой, нежный светлый в небе, и более сочный в густой на мантии Марии. Светло-холодно-красный цвет одежды, покрытая золотым узором зеленая ткань, прозрачные краски воздушных одеяний ангелов, все это дает очаровательную, почти радостную игру тонов и света. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция в фотографиях Бодей и Кнапа. Переводы дополнения под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»